В пресс-центре арены Химки все те, кто живет футболом. Команда городского округа в полном составе во главе с тренерским штабом. Александр Руденко, Аршак Корян, Антон Митрешкин, Кирилл Панченко и еще три десятка имен, которые фанаты клуба знают наизусть. Рядом с командой их тыл и поддержка сообщества болельщиков. Для меня, так как ребята, болельщики наши, маленькие и чуть постарше, все время приходят, болеют, поддерживают. Так что я думаю, это очень приятно в первую очередь. И для них видеть людей, которые уже чего-то добились и к чему стремиться можно, я думаю, это очень важно для растущего поколения. В числе тех, кто не пропускает ни одной игры любимой команды, целые семьи. Для них футбол не просто увлечение, а традиция, которую родители передают своим детям. Болельщиком химок мы являемся, ну я являюсь, с 20-го года, когда была очень интересная серия игр, когда химки вышли в премьер-лигу. За три года до этого появился вот этот красавец. Сейчас мы ходим с Порошковым. Узнали, что наша команда выиграла первую игру, поэтому решили порадоваться и посмотреть на все, на все, на все. Самым главным событием сезона для футбольного клуба стало возвращение в российскую премьер-лигу. Команда одержала победу над Кубанью со счетом 1-0 и оформила путевку в РПЛ. Я считаю, что мои ребята провели очень хороший сезон. И это заслуга футболистов. То, что сегодня такое большое количество и взрослых людей, и ребят из школы, и среднего такого поколения. Сезон по праву можно назвать одним из самых ярких. Возвращение команды в РПЛ с нетерпением ждали те, кто смотрит на поле с трибун и даже главный талисман клуба. Я, красно-черная машина, являюсь главнейшим талисманом футбольной команды «Химки». Присутствую на каждом домашнем нашем матче. И для нас выход в РПЛ – это одно из важнейших достижений. Радовали болельщиков не только личным знакомством с игроками, но и возможностью узнать секреты спортивных успехов из первых уст. А чтобы эмоции от встречи не забылись, все желающие могли сделать снимки на память со своими футбольными кумирами. Это объединяет нас. Много детишек. Все счастливы, все рады. Но если отмотать по сезону, он очень сложный в плане. Потому что была поставлена задача вернуться. И все к ней шли, шли. Много отдали сил, нервов. Впереди у красно-черных финальная игра с черноморцем. Уже 25 мая стадион «Арена Химки» снова соберет на трибунах всех тех, для кого футбол – это не просто игра, а стиль жизни. Юлия Самошина, Екатерина Дроздова, Вильфрид Демковский. Новости. Химки ТВ. Новости. Новости.